Ну что, друзья, почалося? Вчера очень многие интернет-ресурсы выложили информацию о том, что 30 октября глава СБУ Баканов подрался в офисе президента с главой офиса президента Андреем Богданом. О том, что потасовка была нешуточной, говорит тот факт, что в результате Баканов выбил Богдану зуб. Об этом, кстати, у себя на странице в фейсбуке написал журналист Станислав Речинский. По его словам, конфликт начался из-за назначения в СБУ. Итак, давайте прочитаем. Команда З пошла в разнос. В среду на Банковой подарились Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта – назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел нескоромного. Баканов – Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, З подписал поданья Баканова на увольнение двух зампредов – Бухарева и нескоромного. Дублика не подписал. Баканов – это Коломойский. И он сейчас фактически управляет службой безопасности Украины. И это плохо. Ну а затем эту же информацию у себя на странице подтвердила журналистка Соня Кошкина. Фактаж весь подтверждаю. Проверила. И по Богдану тоже. Оценки и акценты у меня несколько иные. Но пока оставлю их при себе. Сейчас важен именно фактаж. ПС вспомнила почему-то как в далеком 2003-м, если не 2002-м. Медведчук и Левочкин тоже подрались в администрации президента. Сцепились в лифте. Глава администрации президента Медведчук и тогда, как и сейчас, впрочем, слыл демоном номер один. А первый помощник президента Кучмы Левочкин считался там чуть ли не главным демократом и прогрессивным человеком. Терпеть друг друга ненавидели. А сейчас ничего в одной фракции. Время лечит. Еще с Левочкиным Шуфрич дрался. В Звездном после совещания фракции с Януковичем. Аппаратной разборки. Зарядить-то он ему зарядил, но скоро Левочкин сделал так, что Шуфрич перестал быть главой МЧС. И на несколько лет из политики вовсе выпал. Сегодня у них тоже тишь, гладь, благодать. Так что ничто не вечно под луной. Конечно, неплохо было бы увидеть видео этого инцидента. Но его, к сожалению, нет. Ну а сегодня замглавы Офиса Президента некто Кирилл Тимошенко опроверг эту информацию. Как он написал на своей странице в Фейсбуке, мы опровергаем эту информацию. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какого-то доверия. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди. Но тем не менее, после 30 октября, напомню, журналист Станислав Речинский говорил, что именно в этот день произошел инцидент. Так вот, как ни странно, но после 30 октября Андрея Богдана на рабочем месте в Офисе Президента никто не видел. Сейчас говорят, что он взял отпуск и вылетел за пределы Украины. Во многих украинских СМИ также появилась информация, что в команде Зеленского наметился серьезный конфликт между окружением Андрея Богдана и главой СБУ Бакановым, который, как мы знаем, является другом детства президента Зеленского. Стало известно, что Баканов не согласовывает с Офисом Президента назначение заместителей в СБУ. Кроме того, он окружил себя консультантами вроде Николая Барнчука и Анатолия Матиаса, которые и советуют ему людей на должности. Также стало известно, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента КА, от которого изначально Офис Президента хотел отказаться. Но вот как ни крути, а все равно что-то не то происходит с командой Зеленского. Так вездесущие журналисты засекли на одном мероприятии генерального прокурора Рябошапку вместе со своим подопечным, преступником Сергеем Стерненко. Вот я не понимаю одного. Зачем генеральному прокурору Рябошапке нужен весь этот негатив, который он получает из-за своего лояльного отношения к преступнику Стерненко? Ладно, этим грешил бывший генеральный прокурор Луценко. Но ведь ты должен понимать, что ничего кроме негатива тебе этот союз не приносит. Неужели тебе тяжело понять, что журналисты не будут закрывать глаза на твою непонятную лояльность к этому Стерненко? Ну, видимо, Рябошапке наплевать на то, что вот таким поведением он бросает тень на президента Зеленского. Ну, а когда я увидел, какую фотку запостил у себя на странице в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов, то я вообще пришел в недоумение. Известный, немного одиозный и очень популярный Алексей Гончаренко предложил мне читать книги вместе. Я вызов принял. Мы договорились, что я выбираю одну книгу для него, а он для меня. Мы их читаем, скажем, в течение недели, а потом пишем отзывы и, возможно, даже публично обсуждаем. Мне эта идея очень нравится. Какую книгу вы бы посоветовали выбрать для Алексея Гончаренко? Ну, вот скажите, как можно было делать селфи с человеком, который не просто критикует президента Зеленского, а который регулярно говорит про него гадости? Кроме того, мне непонятно, где этот Милованов говорит неправду. Ведь совсем недавно он выступал и говорил, что книжек не читает, поскольку считает это бесполезной тратой времени. А тут вдруг встретился с Лешиком Гончаренко и вдруг все забыл и начал сам себе противоречить. Но поскольку этот Милованов спрашивает, какую книжку вы бы посоветовали ему прочитать, то надо сказать, что, посмотрев на это фото, очень много подписчиков ему посоветовали почитать вместе с Лешиком книжки об однополой любви. Но и опять же никак не может успокоиться депутат от «Слуги народа» любвеобильный Богдан Еременко, которого журналисты спалили на переписке с женщиной легкого поведения. Сначала он начал как уж выкручиваться, придумывая какие-то несусветные детские истории. А когда журналисты выложили в сеть еще несколько фотографий других переписок с такими же женщинами, вроде бы сник и признал свою вину. Затем он выложил пост, где, кстати, как бы между прочим, попросил извинения у жены, детей и даже у президента за то, что его подставил. Ну и кажется, все. Ты выводы сделал. Из депутатов тебя не убрали, из фракции не исключили, а посоветовали всего лишь уйти из главы комитета по вопросам международных связей. Ну и все. Выводы сделал. Так сиди тихо и, как говорится, замаливай грехи. Так нет же. Ему и дальше не имется. Одним словом он выложил у себя на странице в Фейсбуке фото заявления об уходе из главы комитета. Ну и ему один из подписчиков в комментариях написал, что, мол, я все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибся. Даже дети знают, что большинство шалав работают над спецслужбой. И вот этот Еременко, прекрасно понимая, что не только журналисты, но и рядовые пользователи Фейсбука сейчас отслеживают всю его переписку, берет и ему отвечает, что я просто не думал, что шалавам аккредитацию в Верховную Раду дают. То есть он пишет посты, даже не понимая, что оскорбляет журналистов, которые выполняют свою работу. Я думаю, что все-таки руководству фракции, да и всей фракции «Слуга народа» нужно более внимательно подойти к рассмотрению поведения этого народного депутата. Но не таких людей мы хотели видеть в команде президента Зеленского. Не таких. Ну а теперь давайте вернемся к задержанию депутата Ярослава Дубневича. Высший антикоррупционный суд разрешил народному депутату Ярославу Дубневичу выйти под залог в размере 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда. Таким образом суд отказался арестовывать нардепа. Стоит отметить, что залог необходимо внести на протяжении пяти дней. Также суд обязал Дубневича сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет контроля за передвижением. Напомню, что 1 ноября Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении 93 миллионами гривен при закупках угрозалезницы. Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают, чтобы суд назначил Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога. Напомню, что по версии следствия указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета угрозалезницы на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов, стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материальной экспертизы, составили более 93 миллионов гривен. Напомню, что в четверг, 31 октября, Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о представлении согласия на привлечение к уголовной ответственности задержания и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дубневича. Ну и еще одна новость. Скандально известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко, информация в отъезде которого из Украины появилась вчера, 2 ноября, рассказал, почему это сделал. Пост с объяснениями своих мотивов он разместил в Фейсбуке сегодня. Бабченко в своей обычной манере напомнил, что во время президентской кампании дал обещание сменить место жительства, если выиграет определенный кандидат. Очевидно, имелся в виду Зеленский. По словам журналистов, он просто исполнил обещание. Если Украина выберет кандидата Х, я на следующий же день начинаю запуск процесса «Я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Я сказал, я сделал. Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались. Бабченко, мы выбрали Зеленского. Сваливай, как обещал. Ну вот я и сваливаю, написал блогер. Ну что можно сказать по этому поводу? Только одно. С катертью дорога. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего времени суток. До новых встреч.